Друзья, всем привет! Уже хотел закругляться, хотел заняться чем-то более полезным, но не оставляют в покое меня ваши советы. Хочется все-таки разузнать, что там с этим ВСУ не так, почему сапфир не работает. И да, он действительно сапфир. Мне подписчик скинул целых две книги и там везде сапфир, 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 сапфир. В переводе написано не сапфир, какой-то некий сферический вакууме. Что это вообще такое сапфир? А сапфир, то есть сами знаете, что это такое. Ограненный красивый камень. Короче, мне тоже очень интересно, хотя я и начал уже здесь уборку. Хотел вынести вот этот ВСУ уже и удалить его со сцены. Но, ребята, не тут-то было. Решил все-таки еще одну вещь попробовать по вашим драгоценным советам. Итак, как и прежде, он не работает. Как он не работает, вы могли видеть в двух предыдущих видео. То есть он иногда бросается огнем, иногда очень даже неплохо. Но потом все это дело тухнет и перестает работать. Мне кажется, я близок к тому, чтобы выяснить почему. Смотрите, по вашим драгоценным советам открыл трубу, чтобы выходил воздух и в камере была большая температура. То есть внутри как можно сильнее там все горело. То есть я действительно загорелся этой идеей и думал, что будет работать. Потому что действительно тухнет он как-то. Да и температура низкая. Но, 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 мне кажется, все же мы сейчас его будем до талого разбирать, потому что выяснилось все-таки. Выяснилось, что сброс воздуха не помогает и выяснилось, что он примерно точно также тухнуть начинает. Но при интересных обстоятельствах. Ну что ж, давайте смотреть, как это и анализировать. В качестве топлива буду использовать газ. И комминтить происходящее. Как хорошо загорелась. Вот смотрите, вроде бы пошел процесс. Ничего не предвещает. Добавляем, все горит, все хорошо. Идет разгон. Добавляю чуть газ. Вроде горит, вроде бы все хорошо. Больше. Все, потух. Поразительно. Поразительно и удивительно. Почему он так легко тухнет? Вот добавляю. Сейчас не тухнет. Добавляю. Добавляю. Что там происходит вообще? Все горит. Добавил на всю. Казалось бы, все норм, да? Даже красненькое пошло. Ну давайте обороты повысим или потрусим баллон. Сейчас будет самое интересное. Какая-то жижа, смотрите, телепается. Какая-то жижа, смотрите, телепается. Что самое интересное, вообще нет никакого ветра. Вообще. Как печка работает. Не, ну так вроде бы работает даже. Раскачалась что ли? Ну вот и все, и потухла сразу. Что ему надо? Никто не знает, что ему надо, ребят. Вообще. Вообще никто не знает, в чем проблема, в чем причина, почему тухнет газ. Он вообще-то должен гореть по-любому. Ну как так? О, само что-то там загорелось. Ладно, давай продуем. По-моему, просто очень много масла попадает в систему. То есть, ну вы поняли, да? Газ подаю, кероск не подаю. Откуда взяться столько дыма? Непонятно. По-любому подается масло. И я как-то даже видел один раз, что оно потухло. И сразу струйка такая дыма пошла в одну сторону. Туда, где больше всего грелось. Вот думаю, в этом вся и проблема. Поступает масло, все это некорректно горит, тухнет. Надо разбирать его, брат. Смотреть, в чем там проблема и почему так происходит. Ребята, очень жаль, что этот агрегат попадает на операционный стол. Очень большие надежды я возлагал. Видите, и мотор был очень рад, что нашел. И еще много чему я тут был рад. Например, тому, что так хорошо, так качественно крутятся подшипники. А теперь мы с вами будем разбирать и опять нарушать балансировку. Но есть и один очень хороший положительный момент для нас всех. Все мы люди любопытные. И мы узнаем, как оно устроено. Как работает, из чего состоит. Я думаю, быстренько его сейчас раскидаю за 5 минут. Уже стол подрал, да? Изучим, что там за система у него. Что там за двухступенчатая турбина. Как-то хитро она прижимается непонятно. Сейчас мы это все и увидим. Ребята, это самый положительный момент из всего этого дела. Что мы все узнаем. Это первый движок на канале, который вот так в наглую отказывается работать. Тупо глохнет. Обычно они либо греются, либо еще что-то исполняют. Но чтобы глохли, такого раньше не было. Смотрите, какая система роскошная. Стартерная система у нас есть. Это тоже очень хорошо. Никуда она не денется. Здесь опять же есть уплотнения, видно хорошенькие. Которые служат для того, чтобы уплотнять валик. Через этот валик передается вся мощность от стартера. И обратно на стартер, если он используется в качестве генератора. Вот так закидываем. Смотрите, какая хорошая крыльчатка. Смотрите, как прекрасно крутится, вращается. Прекрасные подшипники здесь. Великолепные просто. Я тут недавно разобрался, почему иногда используют загнутые лопатки, а иногда вот такие прямые. И еще в компрессорах, оказывается, в обратку загнутые лопатки могут использоваться. Могу вам объяснить сейчас, ребята, если вы тоже задавались вопросом. Все на самом деле просто оказалось. Вот смотрите, обычно практически везде используют вот такое. Видите, под углом завернуто плавно, так хорошо. Это сделано для того, чтобы максимально повысить КПД компрессора. Но не все так просто. При этом он создает меньше давления. То есть на такой крыльчатке можно получить больше давления. Но, сами понимаете, потеряем в КПД. Соответственно, все одно от другого зависит. Соответственно, если лопатки загнуты не сюда, а вот сюда еще загнуты могут быть, тогда мы еще больше давления можем получить, но еще меньше КПД. Вот собственно и все. Оказалось все просто. Я так долго не знал, как это работает. И вот случайно где-то узнал, уже не помню где. Очень благодарен, что знаю, что подсказали. Так, снимаем вот эту. Поддержите лайком, ребята, если вам нравятся такие видео. Когда я что-то довожу до конца, пускай не запуск двигателя, хотя кто знает, хотя бы вам все показываю, все рассказываю. То есть я бы мог бы скиснуть, понимаете, и вообще закинуть этот двигатель, вообще ничего не показывая, не возвращаясь к нему больше никогда. Ну вот хочется. Разбирается довольно-таки легко, стучать не надо. Вот оно, видите, масло. Вот в этом-то все и дело. Оно скопилось снизу. Опять вам показываю камеру сгорания уже в который раз. Но сейчас мы будем копать дальше. Сейчас мы увидим то, что даже я не видел. Мне не нравится, что вот эта штука шатается. Может быть у нее есть какое-то свое положение. Как бы вроде все как было, так и установил вроде бы. Вот видно, там масляные пятна. Может именно там где-то травит. Удалось без проблем отвернуть гаечку. Что-то как-то не сильно-то она и законтрена была. Но идет плотно. Видно на каком-то резьбовом герметике. А теперь вопрос, что же делать дальше? Как-то крепко оно там сидит. Есть контакт. Вот святая святых компрессорная крыльчатка. Подогрел ее. Горяченькое, видно масло. Сажается на шлицы. Уникальный контент опять, ребята. Такого вы нигде никогда не увидите больше. Я думал, надо будет разбирать. Все взяло просто и выскочило. Вот оно, собственно, какое. Картридж, сопловой аппарат, все вместе. Не знаю, насколько она жесткая. Но мы попробуем сейчас все разобрать. Как и в модельных ТРД, здесь есть пружина, которая натягивает подшипники. Ну и на этом сходство заканчивается. Куча шлифованных всяких разных втулок, деталек. Очень плотная посадка. Видно, что здесь подгорало. Есть цвета побежалости. Видно, что ее балансировали вот здесь. Надо же. Как все серьезно. Ну и подшипник выглядит вот так. Точно так же, как в модельных ТРД. Немного шатается. Шарики без сепаратора. Не знаю, какого класса точности. Думаю, высокого. Попробуем разделить сопловой аппарат. Вроде бы идет потихоньку. Чуть ли не от руки. Это первый сопловой аппарат. Но остался еще один, второй. Так как турбина двухступенчатая. Конструкция очень странная. Непонятно, как она сделана. Внутри видно, что есть некие разделения. То есть здесь по окружности. Но где они здесь разделяются, непонятно. Здесь не видно абсолютно ничего. Как будто бы вот здесь, в этой области, оно цельное. Это как так? Кто знает, ответьте в комментариях, как такое может быть. Можно попробовать, какова посадка. Но в принципе более-менее нормальная. Но такой уж дикий жор масла из-за этого, думаю, не должен быть. Вообще в ТРД все должно быть сбалансировано, друзья. И вообще масло не должно выходить. Почему оно здесь выходит? Что здесь не так? Я понятия не имею. Я уже и книжку прочитал. Овальность какая-то есть. Но это же не повод быть такому адскому масложору, правда ведь? Турбину уже видно с двух сторон. Но пока она еще не доступна. Надо открутить три гайки вот этих. Пробуем ключиком открутить. Успешно. Обалдеть. Готово. А сама турбина, интересно, снимается легко или нет? Так что-то не хочет. С горем пополам сумел сдернуть свала. Но есть большой прикол. Как дальше? То есть она здесь как-то сцеплена. Видимо от старости сцепилась. Может быть какие-то шлицы. И не хочет расцепляться. Вот в чем прикол. Я не знаю как разделить две эти турбины. Представьте какая роскошь. Эта деталь в сборе весит килограмма четыре, может пять. Держится на таких вот тонюсеньких-тонюсеньких шпилках. Это просто фантастика. Как оно держится, я не знаю. Диаметр шпилек 3,7 миллиметра. Четверочка. Это просто фантастика. Как это все работает? На мотоцикле клапана тоже ножку бывает 4 миллиметра имеют и все работает. Так что 4 миллиметра это ого-го, друзья. Попробую сейчас как-нибудь рассоединить, нагреть и так далее. Посмотрим, что получится. Все-таки что за лютая система. Но мне все-таки удалось разъединить. Очень жесткая посадка вот здесь была. Казалось бы, выпирает носик чуть-чуть совсем. Но посадка при этом была просто чудовищная. Не мог сдернуть, друзья. Долго-долго ковырял потихонечку. Но в итоге получилось. Вроде бы ничего не наковырял даже. Все целенькое. Вот один ротор. С него можно делать смело самодельную турбину. Профиль соответствует. Все соответствует. Правда, что-то как-то крутки тут особые нет. На самодельных и то есть крутка. Ну и вот вторая турбина. Обалдеть. Надо же. Двухступенчатая турбина теперь у меня есть. О, тут все в нагаре. Ну а между ними, как обычно, располагался сопловой аппарат. То есть здесь два сопловых аппарата, которые соединяются в такой небольшой натяг. Там между ними турбина и с другой стороны еще одна турбина на выходе. Сумасшедшая система просто. Вот что должно было работать в сапфире, но почему-то не работает. Непонятно почему. Очень бы хотелось бы. Очень-очень долго я к этому и давно шел. Но видите, что-то не хочет оно. А чтобы оно заработало, надо просто нереально теперь времени потратить разобраться. Потому что что здесь не так, я так и не понял. Ну надо, видимо, дальше все разбирать. Опять свет рубанули. Да что вы будете делать? Где тут мой светильник? Все работает. Так я и не понял, почему оно бросает масло. Возможно, где-то там в недрах в тоннеле есть трещина. Либо, может быть, забилось какое-то отверстие и нарушился баланс смазки. Идет куда-то сильно больше, чем надо, а куда-то меньше. По крайней мере, подшипники смазывались очень хорошо. Думаю, к сапфиру мы когда-нибудь еще вернемся. Ну а сейчас в новых видео я думаю все-таки заняться чем-нибудь другим. Хочется сменить уже рот этой деятельности. Хочется перестать нюхать керосин, ребята. Потому что из-за него я сильно нанюхался. Ну а этот замечательный ротор в сборе заберу домой. Буду изучать его на предмет изготовления из него самодельной мощной турбины. Вроде бы лопатки позволяют это сделать. Хотя, знаете, все-таки обороты у него до 50000. А на таких турбинах 1070 должно быть с такими размерами. Даже и не знаю. И вот эта крыльчатка для турбины, создающей тягу, не подходит. Она имеет маленький КПД получается. Хочется сказать огромнейшее спасибо тем, кто откликнулся и сделал донат. Ребята, это бесценно. Спасибо вам большое. Продолжаем делать видео. Ну что ж, ребята, у меня на этом все. Надеюсь, вам было очень интересно и самое главное полезно. Всем пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова